И отдельные слова я хотел бы сказать сотрудникам Росгвардии и Министерства внутренних дел. Ребята, спасибо. Огромное человеческое спасибо. Даже те, которые вас ненавидят, сказали, что вы себя вели безупречно, что вы были вежливы, что вы действовали безупречно, грамотно. Конечно, некоторые будут показывать, где вы, что вы, не видя всего эпизода. Но от многих миллионов российских граждан я хочу вам сказать спасибо. Вот так и живем, что на всю страну главный пропагандон своим соловьиным пометом благодарит ОМОН за незаконное задержание и избиение людей, которые мирно вышли на согласованный митинг, а после пошли гулять. Но прогулка была не согласована. И ОМОН начал снова выдергивать отдельно стоящих людей, которые оказывают наименьшее сопротивление. А если попался инвалид, то это еще лучше. Он точно не будет сопротивляться. Они сказали, что надо быстро руки завести назад, посадили меня на колени, после чего потащили. Ладно бы, если просто потащили, но они потащили это бегом. То есть я даже не успевал своими ногами как-то прощупать почву под своими ногами, асфальт. И так получилось, что я скользил вслед за ними. И я не знаю, по какой причине, может, они устали, но они падали вместе со мной. Как это не странно звучит. Меня роняли. Вот, даже, может, видно, я не знаю. Вот, была рассечена бровь. Это тоже не сразу заметил, только, наверное, ближе к ночи и к утру, когда уже начал распухать. Но я не стал на это обращать внимание. То есть я не стал идти, снимать побои. Я решил это оставить на совести полицейских. Как хорошо, что они меня оставили в живых. Вот, главное, что я могу сказать, наверное, спасибо сотрудникам полиции. И, конечно, надо сказать спасибо за то, что ОМОНовец ударил девушку в живот. А потом еще, когда ее задерживали, ударили головой. И теперь у нее сотрясение мозга. Вчера ее направляли на госпитализацию, но она от госпитализации отказалась. И установлена, имеется медицинская документация о том, что у нее сотрясение головного мозга. Подтверждено, сейчас она на больничном дома проходит амбулаторное лечение. Идиться не может, потому что ей сейчас плохо. В понедельник началась служебная проверка. Владимир Владимирович, если на Ваших глазах ОМОНовец бьет девушку, что бы Вы, как мужчина, если рядом там нет Дмитрия Сергеевича, ФСО, стали бы делать? Я себе этого представить не могу. Ну, тем не менее, давайте попробуем представить. Вот интересно, что бы Вы, как мужчина, сделали? Спасибо большое. Я не верю, что ОМОНовец вот так бьет девушку. Просто я не могу себе этого представить. Я знаю ОМОН, я с ними встречался неоднократно, и в боевых условиях. Это люди, которые регулярно идут под пули и рискуют жизнью. У них есть свои семьи, свои дети, свои жены, сестры и матери. И уверяю Вас, там, ну, все бывает в любом коллективе. И там, наверное, бывают всякие люди. Но в целом, они, знаете, такие здоровые ребята, им бить девушку совершенно незачем. Я не могу даже себе такого представить. Но если какая-то девушка говорит, что она хочет выколоть глаз ОМОНовцу, то он хотя бы вот так должен сделать, понимаете? Поэтому давайте мы все-таки перенесем обсуждение этой темы из эмоциональной сферы, из эмоционально-политической, на юридическую площадку. А представлять ничего не нужно. Есть видео, как ОМОНовец бьет девушку. И перенести вопрос на юридическую площадку не отменяет того, что это происходит. Все знают, что Следственный комитет на стороне власти. И сломать человеку ногу на пробежке – это правомерно. А значит, и бить людей просто так тоже правомерно. И девушка здесь не исключение. И сегодня ему пришел ответ. В следкоме назвали действия полицейских правомерными. Ну, написали то, что все правомерно. То, что сломали ногу правомерно и то, что они не видят преступления в том, что они сломали ногу. Собираетесь вы обращаться в другие инстанции? Да, адвокат все будет дальше готовить к следующим инстанциям. На следующую акцию собираетесь? Ну, я не уверен, что я смогу именно прям много идти. Может быть, если это будет на бульварах, просто выйду, посмотрю. После того, как видео попало в социальные сети, Никор Крид резко решил высказаться в своем инстаграм по поводу данного случая. Увидел эту жесть в ютубе и не могу пройти мимо этого пиздеца. Каким надо быть ублюдком, чтобы ударить под их слабый пол? Вообще, наплевать, что она сделала. Такое просто не должно происходить. Я очень надеюсь, что на это обратят внимание. Его найдут, накажут, и ему все-таки это не сойдет срок. К слову, этого мента уже нашли, но не с помощью Крида, потому что издание «База» объявило вознаграждение в 100 тысяч рублей. Информацию о силовике журналистам сообщили его же коллеги. Но полиция провергла его причастность к происшествию. И знаете, что сейчас обсуждают? Возбудят дело или нет? Мы дошли до того, что даже в этом случае, когда удар зафиксирован на видео, и когда уже звезды возмущаются, не уверены, что дело возбудят. Кандидатов не просто сняли с выборов, а посадили под административный арест. Эти аресты уже несколько раз продлевались.